OSIRIS-REx показал снимок Земли, Луны и астероида Бенну. Астрономия космонавтика 12-25-06 и Янв. 2019 сложность 2.1 OSIRIS-REx показал снимок Земли, Луны и астероида Бенну. NASA-Goddard-University of Arizona, Lockheed Martin Space Космический аппарат OSIRIS-REx прислал новый снимок, на который помимо астероида Бенну и звездного неба попали Земля и Луна, сообщается на сайте миссии. Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в космос 8 сентября 2016 года. Целью миссии стал 500-метровый околоземный астероид, 101-1955, Бенну. Суммарно она продлится около 7 лет. Бенну входит в группу Аполлонов и относится к углеродным астероидам спектрального класса В. Изучение подобных объектов может дать важную информацию о формировании и эволюции Солнечной системы. Кроме того, считается, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, могут быть ответственны за поставку аминокислоты воды на молодую Землю. По мере приближения аппарата к астероиду вначале стали видны первые намеки на форму астероида, а вскоре и детали поверхности. Оказалось, что Бенну похож на астероид 162-173, Рюгум, который сейчас изучает автоматическая станция Хаябуса-2. После прибытия к Бенну, которая состоялась 3 декабря, ОСАРИС-РЕКС начал изучение состава грунта астероида при помощи освоих спектрометров, которые выяснили, что в прошлом минералы, составляющие Бенну, могли взаимодействовать с жидкой водой, а также определил приблизительную массу, плотность и объем астероида. 31 декабря 2018 года ОСАРИС-РЕКС вышел на устойчивую орбиту вокруг астероида, находящуюся в 1,75 километрах от его центра. Ни одна из автоматических межпланетных станций не работала столь близко к поверхности столь малого небесного тела. 19 декабря станция при помощи одной из своих навигационных камер НАФКАН-1 получила снимок с 5-секундной экспозицией, на которой попали Бенну, Земля и Луна. На момент съемки Земля и Луна находились на расстоянии 114 миллионов километров от аппарата и видны в левом нижнем углу фотографии. Бенну расположен в правой части фотографии. Расстояние до него составляло 43 километра. В правой нижней части фотографии заметны звезды из созвездия Гидры. Научная деятельность миссии возобновится в конце февраля 2019 года. Станция в течение нескольких месяцев будет выполнять серию близких облетов, чтобы картографировать поверхность астероида и получить детальные снимки для выбора места забора грунта. Летом 2020 года, после изучения астероида, ОСАРИС РЕКС с помощью специального манипулятора соберет образец грунта. Во время контакта инструмент обдует астероид азотом и поднимет с поверхности пыли фрагменты породы, всего около 60 граммов. После сбора грунта, в марте 2021 года космический аппарат отправится обратно. Ожидается, что ОСАРИС РЕКС сбросят на Землю капсулу с грунтом в сентябре 2023 года. Узнайте, как хорошо вы разбираетесь в астероидах. Пройдите наш тест строительный мусор Солнечной системы. Александр Войтюк Пройдите наш тест строительный мусор Солнечной системы.